Воскресе из мертвых, смертью, смертью, правы, сущего, гробек, живут даровов. Воскресе из мертвых, смертью, смертью, правы, сущего, гробек, живут даровов. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! Добро пожаловать в наш канал! Добро пожаловать в наш канал! Десятина икона Престой Богородицы. Владимирская Десятина, чудотворный образ, современный образ, который был написан 15 лет назад в Калифорнии. Был сюда привезен в подарок нашей обители и совершил Божья Матерь через этот образ, совершило множество чудес. Этот образ возглавил тысячу двадцатилетия крестный ход, который был, вы все помните, по стопам Андрея Первозванного, по всему Днепру, по Черному морю, который был благословением блаженнейшего митрополита Владимира, царству ему небесное. И во время этого крестного хода были совершены множество чудеса Божьей Матери через этот образ. Множество, буквально там есть описание этих чудес. Но основное чудо было здесь, во время, 10 лет тому назад, в пасхальные дни, как раз в эти дни, в сегодняшние дни, было явление Престой Богородицы. Это праздник, живоносный источник. Здесь в присутствии людей сама Пречистая Дева Мария зашла в наш храм, встала перед этим образом, склонившись, посмотрела на него и зашла в святой алтарь, подняла свои Пречистые руки, благословяя нас всех, наверное. И так с этого момента, в общем-то, началось возрождение этого великого места Княжево Града. Так получается, что в храме два чудотворных образа. Один, который написан сейчас, в наше время, один, который написан еще апостолом и евангелистом Лукой. Вот такой вот, знаете, у Бога нет времени. Один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Написал иконописи, написал мой брат, он, да, он получил благословение о своем старце, отец Игумен Андрей Машков, такой знаменитый старец, святой жизни, который благословил еще в далекие, в советские времена. Мой брат художник, благословил его иконописью, заниматься. Он много расписывал, много храмов, соборов на Украине, в Соединенных Штатах Америки, ну, во всех местах, где он был. И он написал, он как раз и преподавал, он писал эту икону, показывая людям, как правильно писать. Ну, перед этим нужно помолиться, попаститься, какими пользоваться, красками, это же обратная перспектива. Ну, богословие в красках, это целая наука. Есть книга, Ерминия называется, которая повествует и рассказывает художникам, как правильно писать икону. Как раз вот, говоря о иконописи, показывая, как правильно писать икону, как раз происходили эти великие чудеса еще там, в Калифорнии. Вот, чтобы икону прославляли, да, но тем более современную икону, и не то, что написанная, знаете, там, тысячу лет назад, или там, в каком-то веке, там, двести лет назад. То есть, говорит о том, что сила Божия действует и сейчас. Не то, что когда-то было, вот сегодня ничего не происходит. Субтитры создавал DimaTorzok